18 якутиан стали обладателями земельного участка в рамках федерального закона о дальневосточном гектаре. На сегодня поступило свыше 3000 заявлений о предоставлении земли в безвозмездное пользование. Спросом пользуются Хангаласки, Мегиной-Кангаласки и Намские районы. Самые активные – это горожане. А вот хотят ли сельские жители бесплатный гектар, узнала Юлия Михайлова. Мы снова в первом хомустахе, гостем семья Александровых. Когда закон о дальневосточном гектаре только принимался, глава семейства мечтала получить землю недалеко от своего села. Шесть лет семья Александровых арендует в родном наслеге 30 гектаров. Количество близких родственников как раз позволяет их семье взять бесплатно столько же гектаров. Предприниматели выращивают огурцы, помидоры, картофель, капусту. Всю продукцию реализуют как в наслеге, так и в Якутске. Если бы получила гектар, я расширила бы, конечно, свое хозяйство. Может, держала бы куры, свиней, может быть, лошадей, гусей, может быть. И, может быть, это многолетняя трава. Но, как оказалось, в первом хомустахе свободных земель нет. Все разобрали еще в 90-х годах прошлого столетия. Сегодняшние местные аграрии вынуждены арендовать земли. С 90-х по 2000-е годы все наши сельчане взяли земли в собственность. Поэтому на сегодня свободных земель вокруг наслега вдоль реки у нас нет. Скорее всего, мы откажем заявителям или же предложим брать гектары в других территориях. Плодородные земли Намского района в топе популярных. Куда больше всего обращаются якутияне в надежде получить гектар земли бесплатно. В первый хомустах поступило 29 заявлений. Все от жителей из других районов. Сами хомустахцы за бесплатным гектаром уезжать с насиженных мест не спешат. В другом месте мы не хотим. Это будет далеко. Не будет дороги, света. Вообще перспективы нет. Но как так получилось, что земель в наслеге нет? Но заявители об этом не знают. Бывают такие моменты в каждом районе. Это особенности своего района. Каждый район имеет определенную процентовку закрытых территорий. Они не одинаковы по всей республике. У всех свои. Вот на Намском районе много земель закрыты защитными лесами. И в этом связи они расположены вокруг крупных населенных пунктов и на горе. Поэтому там, где действительно люди хотели бы где-то взять, возможно, они попадут в защитные леса и не могут получить. У нас были проблемы в Комстатском. То, что были небольшие смещения координат в съедении госкадастры. Поэтому эта проблема была также устранена до введения данного закона. И, возможно, в этот период как раз и подавали координат. Хамустахский наслег располагает 90 тысяч гектарами, 70 тысяч из которых земли лесного фонда. Земель сельхозназначения свыше 5 тысяч гектаров. И даже если наслег надумает продавать свои земли, купить их смогут далеко не все желающие. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Первый Хамустах, Намский район, НВК Саха.